Здорово домкраты! Сегодня мы с вами научимся делать швунг толчковый в низкий сет. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Данное упражнение является одним из основных способов подъема снаряда в толчке на соревнованиях. Каждый атлет со временем выбирает для себя наиболее удобный способ, и одним из них является швунг в низкий сет. Но сегодня мы рассмотрим его в качестве подсобного для тех, кто предпочитает толкать ножницы или просто делать первые шаги в олимпийском двоеборье. Прежде всего швунг учит таким вещам как к быстрому уходу под снаряд, а следовательно прививает чувство снаряда и пространство в толчковом движении. Учит правильно упираться руками в снаряд в безопорной фазе подседа, когда происходит разброс ног в низкий сет. Следовательно это хорошее средство против привычки дожима, а также швунг в низкий сет очень хорош для разминки в начале тренировок. Рассмотрим технику выполнения упражнения. Расслабьте руки, почувствуйте как лежит штанга на ваших плечах, и вся его тяжесть уходит в середину стопы. Отведите таз назад прогнув поясницу, широчайшие мышцы расправьте и сделайте вдох. Свершите полуподсед, немного согнув ноги, разводя колени в стороны и не отрывая пяток. Чувствуйте полную стопу. Амплитуда подседа примерно от 1,5 до 1,4 от полного низкого седа. Жестко остановитесь с самой нижней точки полуподседа, чтобы разогнать штангу обратно вверх. Движение начинаете выпрямлением коленного сустава, а не тазобедренного. Таз по-прежнему сзади, поясница прогнута. Совершите мощный посыл штанги вверх за счет ног, а не сжима руками. При этом слитно совершите уход под штангу в низкий сед, разбрасывая ноги в стороны и сгибая ноги. Но не стоит падать под снаряд, нужно именно встретить штангу в положении полуприседа на прямые руки и амортизируя слитно опуститься в низкий сед, не расслабляясь в нижней точке. Затем ровно встаньте, зафиксируя снаряд. Для тех, кто использует данное упражнение в качестве подсобного, толкая в основном ножницы, я рекомендую выполнять с весами до 70% от лучшего толчка по 2-3 повторения в 3-4 рабочих подходах. Это позволит наработать навык хорошего хода и чувства штанги. Благодарю вас за просмотр, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов. Редактор субтитров А.Семкин